Bugatti удивила очередным суперпроектом. Взяв за основу шасси и двигатель своей единственной модели, французская марка создала трековый суперкар под названием Bolid. Его квадро-турбомотор на спортивном топливе выдает почти 2000 сил, что при сухой массе на уровне тонны с четвертью наделяет машину просто ураганной динамикой. Характеристики таковы. До сотни полноприводный Unicum выстреливает за 2 секунды, а через 12 секунд спидометр должен показывать уже 400 км в час. 20 секунд болиду хватает, чтобы достичь отметки 500 км в час. Правда, все эти показатели достигнуты расчетным путем, а реальные замеры еще впереди. От стандартного Широна дерзкая новинка отличается полностью оригинальным кузовом из углепластика. У последнего минимум деталей, а также максимум, проработанная аэродинамика. Из других особенностей перечислим огромные колеса с центральной гайкой и тормозные механизмы с керамическими суппортами. Но если проекту повезет и в Альзасском Мольсальность соберут пару-тройку таких машин, каждый из них будет стоить не меньше 10 миллионов евро. Продолжая тему легендарных производителей, Марк Астон Мартин решила заручиться поддержкой концерна Daimler. Немцы увеличат свой пакет акций до 20%, а взамен передадут британской стороне не деньги, а технологии. Это силовые агрегаты, электронные компоненты и даже специально разработанный мотор V8. Напомним, что совсем недавно британская марка нашла нового инвестора. Спасителем Астона оказался консорциум, принадлежащий бизнесмену Лоуренсу Стролу. До этого канадский миллиардер был известен как владелец команды Формулы-1, а также как инвестор модных брендов Пьер Карден, Ральф Лоурен и Томми Хелфигер. Летом глубоко убыточный Астон Мартин вдобавок обрел нового директора. Им стал Тобиас Мойерс, бывший глава подразделения АМГ. Первая новинка под руководством Мойерса будет выпущена уже через год, а настоящий шквал премьер намечен на 2023 год. Все это делается, чтобы Астон Мартин наконец начал приносить прибыль.